Привет! У меня уже было видео, посвященное Шарлю Перо, но вот у меня появилось две замечательные книги в библиотеке, которые достойны отдельного видео и достойны того, чтобы ребенок познакомился с этим сказочником, именно с этих книг. Эту я бы рекомендовала для девочек, а эту для мальчиков. Тут у нас издательство Качели и внутри есть игра Квест. Две сказки «Мальчик с пальчиком» и «Кот в сапогах», а здесь у нас четыре сказки «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Подарки феи» и «Спящая красавица». Обложка у нас твердая. Ксения Павлова, художница. Она большая, молодец, очень-очень красивые картинки. Итак, «Спящая красавица». Я буду листать медленно, потому что, конечно же, хочется разглядывать. Картинки бесподобные. Очень крупные, яркие, большие. Как раз-таки для маленьких деток самые ету. Не страшные. Даже вот здесь пришла злая фея, да? Ну, она не сильно пугает. Как раз-таки для первого знакомства, для маленьких детей самое то, что нужно. Бумага белая, милованная. Издательство «Лабиринт Пресс». Ребята большие, молодцы. Очень часто у них выходят книги с великолепными картинками и шикарной печатью. И по очень доступным ценам они делают очень часто какие-то акции. Я купила несколько таких книг. Вначале одну на пробу, потом она очень сильно понравилась. Я купила уже знакомым детям в подарок, девочкам. Еще здесь будет сказка «Красная шапочка». И эти картинки одни из самых лучших к этой сказке. Потому что вообще очень сложно найти нормальную иллюстрацию «Красной шапочки». И вот это одна из лучших. Ну, в принципе, я ее уже показала. Вот так вот в сапогах тоже у нас есть и в иллюстрациях Антона Ломаева. Очень хорошие. Но для маленьких детей мы начнем с дочкой знакомства с Шарлем Перо. С этой сказкой. Именно вот с этой книги. Потому что это идеальные картинки для маленьких деток. Потом, когда будем перечитывать, уже вернемся к Антону Ломаеву. И к другим книжкам, которые у нас есть. В общем, я могу всем рекомендовать. Никого не оставить равнодушным. Очень хорошая книга. Перевод тоже хороший. Татьяна Габе. «Красная шапочка» в переводе Тургенева. Но там в конце пришли дровосеки. То есть Тургенев в новом проводке. Итак, теперь у нас издательство «Качели», «Кот в сапогах» и «Мальчик с пальчиком». И внутри есть игра «Квест». То есть эта книжка, я думаю, будет идеальна для мальчиков. Ну, потому что иллюстрации такие. Я думаю, мальчикам больше понравится. И подбор сказок тоже для мальчиков. Для первого знакомства с Шарлем Перо. Я взяла эту книжку в подарок. Для мальчика. Тоже, конечно, хочется расследовать эти картинки. Но не буду долго задерживаться на каждой. Стиль рисования такой, конечно, необычный, интересный. Два художника надо заметить. Сейчас скажу вам, как зовут художников. Дмитрий Непомнящий, Ольга Попугаева. «Кот в сапогах» переводит Амар Габа. Ну, вот мы только что смотрели с вами «Кота в сапогах» в иллюстрациях Ксении и Павловой. Там такое прям для девочек. А здесь, видите, другой уже кот в сапогах. Прямо, мне кажется, мальчикам интересно. Да, такой прям интересный подход новый какой-то. В общем, книжка тоже очень понравилась. Интересная и с квестом. То есть, все для того, чтобы привить ребенку любовь к чтению. Вот. Вот такой вот был обзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok